Здравствуйте, я Лилия Игликова. Обман при покупке квартиры явление довольно распространенное. Как купить квартиру без риска? Говорим об этом с юристом Андреем Диденко. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Андрей, расскажите, пожалуйста, какие основные риски бывают при покупке квартиры? В прошлой программе мы достаточно широко раскрыли эту тему, благодаря вам за приглашение. Мы говорили о схемах мошеннических. И, в принципе, логическим продолжением разговора такого разговора будет являться тема, как вести себя в рамках обычного гражданского правового оборота, вне подозрений в отношении своего контрагента о том, что он хочет тебе тупо кинуть в отношении квартиры. И возникает вопрос, что именно, какие риски, что проверять. Правило здесь одно, информация – это ключ ко всему. Информация в отношении документов, которыми подтверждается право на квартиру. Мы будем говорить на примере квартиры, то есть по аналогии дом, земельный участок, как угодно. Для продавца правило одно, и оно очень простое. Ставить подпись на договоре купли-продажи у нотариуса только после того, когда ты получил деньги. Это основная вещь, которая застрахует практически от всего. Потому что все варианты связаны с тем, что вы подпишите, что там произведен полный расчет, а после этого мы поедем к дяде, или мы поедем в обмене поменять деньги, или еще что-то, мы куда-то поедем. Вот эти все варианты, они от Лукао. И на самом деле основное правило – одной рукой взял деньги, другой за рукой поставил подпись на трех экземплярах договора. Все. Что касается покупателя. С покупателем ситуация гораздо сложнее. Потому что у каждого недвижимого имущества есть история. И посмотреть эту историю зачастую – вещь достаточно непростая, требующая и специальной подготовки профессиональной, и специальных полномочий. Объясню почему. К примеру, при заключении сделки мы все знаем, что необходимо иметь в распоряжении, либо получить у нотариуса справку о зарегистрированных правах, обременениях, технических характеристик. Но эта справка, она отражает текущий статус. То есть, есть ли на сегодняшний день обременения, притязания и так далее. При этом чисто технически, если подойти к этому вопросу, то вполне возможно, что на момент получения этой справки из компьютера, к примеру, определение об аресте уже сдано в ЦОН, и оно должно дойти до регистратора в центре, в департаменте юстиции. И только потом произойдет регистрация, оно появится в базе. Но при этом в базе оно появится моментом сдачи этого документа в ЦОН. Поэтому чисто технически вот эта справка, она уже сама по себе не до конца обеспечивает, не гарантирует соблюдение прав в полном объеме, прав покупателя. Но это только лишь один нюанс. Как я сказал, это текущий статус. Текущий статус, на самом деле, мало о чем говорит. Необходимо изучать документы с точки зрения соответствия их содержания, фактическому состоянию. Ну, в частности, речь идет о техплане. Если в квартире есть перестройки, перестроения, а при сделках специалист, как правило, не выезжает для того, чтобы это сличать. Ну, естественно, то есть в рамках объема всего гражданского правового оборота таких сделок, таких специалистов просто не напасешься. Да это и не нужно, это усложняло бы все. Но, тем не менее, стороны должны за этим следить. То есть, первое, это фактическое состояние того имущества, которое вы покупаете, соответствует вплоть до метра-сантиметра тем документам, которые есть. Затем, больше всего на этот счет информативной является история. Историю получить так запросто, ну, невозможно. То есть, для этого должны быть специальные полномочия. Слава Богу, мы адвокаты этим обладаем. Ну да, не ко всем базам данных покупатель может иметь доступ. Да, однозначно. Мы, ну, в контексте приобретения недвижимости, я вам скажу, что вообще я не назову базу, которую в общем порядке гражданин может проверить. То есть, я затрудняюсь ответить, к какой базе мы можем иметь доступ, чтобы просто как физическое лицо проверить что-то в отношении недвижимости. Ну, еще несколько лет назад, имея электронную подпись, человек мог посмотреть какие-то данные, получить через интернет. Вот только вот эту справку, про которую мы говорили вот в первое время, которое мы поначали. Да, о наличии недвижимости. Только эту справку о текущем ее статусе, об отсутствии наличия обременения. Это было прекрасно. То есть, это, по большому счету, облегчало многие моменты, но впоследствии это убрали. Я считаю, что необоснованно, по большому счету. Но историю можно получить только по адвокатским запросам. Теперь, почему это интересно? Потому что, если говорить о том, какие риски могут быть, то есть, первое должно насторожить это большое количество предшествующих сделок, к примеру. Либо сделки, часто проведенные в близкий друг другу период. Ну, к примеру, если квартиру за месяц переоформили четыре раза, но надо десять раз посмотреть, как говорят в Одессе, на эту квартиру и вообще на перспективу ее покупки. Если имело место наследование, это огромный вопрос, потому что зачастую бывает, что в какой-то момент появляется наследник, который обижен, которого обделили. Бывают ситуации, когда, к примеру, в какой-то из моментов квартира была оформлена на иностранца, например. И впоследствии такая информация вылазит. Как только она... Что это меняет в конечном итоге? Ну, мы же знаем в отношении невозможности приобретения иностранцами определенного рода недвижимости у нас. И если такой факт был, и нарушение закона в таком контексте усмотрено, то та сделка пролежит признанию недействительной, а следовательно и последующей сделке. И еще без всякой доли уверенности можно говорить о том, что докажет ли последний приобретатель его добросовестность и оставит ли ему квартиру в связи с его добросовестностью. Это огромный вопрос. Поэтому историю нужно изучать тщательнейшим образом. Историю недвижимости, я имею в виду. Как можно проверить подлинность всех документов, которые предоставляет вам хозяин? Документов на квартиру, скажем. Ну, с учетом развития техники сейчас, в принципе, внешнего их содержания недостаточно, с моей точки зрения. То есть подлинность — это соответствие тем документам, которые находятся в регистрационном деле Департамента юстиции. Ну, если говорить о нашем городе. Если по соответствующему запросу будет получена информация, что да, действительно так оно есть, и ответом на такой запрос является получение вот этой справки, то там, естественно, да, там содержится номер договора и правоприобретатель и прочие данные. — Если при осмотре квартиры мы видим, что хозяин, продавец сделал какие-то переделки, да, убрал стены, что-то достроил, в общем, какие-то изменения внес в это жилище, то обязательно это юридически должно быть оформлено как-то на бумаге? — Я же говорил в самом начале, что технический паспорт должен соответствовать фактическому состоянию. Если этого не происходит, то, по большому счету, либо вы говорите нотариусу, что все в порядке, и просто умалчиваете об этом. Это никто не проверяет, и сделка идет сама по себе. Но в последующем вы никогда в жизни не докажете, что это не вы перестроили. И, соответственно, здесь и штрафы, обязаны со стороны госорганов восстановить первоначальный статус и так далее. То есть, ну, к примеру, если повреждены несущие конструкции каким-то образом в многоквартирном доме. Ну, это же фатальная вещь. — Считается, что покупка квартиры без посредника существенно экономит денежные средства обеих сторон. Так ли это на самом деле? — А что вы имеете в виду под посредник? — Посредник, я имею в виду, что агент по недвижимости, какая-то компания по недвижимости, плюс компания может предоставить своего юриста. — Ну, если юриста, то это неплохо. Я полностью забыл в такой ситуации. Вопрос в том, что ни в коем случае не хочу умолить работу тех людей, о ком вы говорите, но, к примеру, в законном порядке получить ту информацию, которую мы обсуждаем, историю квартиры, в законном порядке эти люди не имеют полномочий. — Ну, хорошо. Тогда вопрос доверия. Что выгоднее мне, как покупателю, пригласить своего адвоката или довериться юристу от компании? — Ну, здесь, по-моему, даже двух ответов быть не может. То есть, если вы привлекаете человека вы лично, по рекомендации, да, как правило, это делается, и, то есть, ну, здесь даже нет другого ответа. Конечно, своему доверия больше гораздо. — И тогда вопрос не стоимости, а безопасности. Как безопаснее покупать квартиру без посредников от хозяина к покупателю или все-таки через агента по недвижимости? — Безусловно, чем меньше посреднических структур всяких, тем лучше. То есть, если мы говорим о непосредственном покупать через посредника, то, скорее всего, речь идет о доверенности. И доверенность, по большому счету, это тоже свой отдельный фактор риска, потому что она может быть отозвана, она может быть поддельной, она может быть, ну, то есть, всякое разное может быть с этой доверенностью. И следует задаться вопросом, на каком, собственно, основании, что мешает реальному собственнику, который находится, к примеру, в этом городе, не выехал никуда? Почему он сам не на сделке? Почему доверенность? Ну, чем это обосновано? И потом нотариусы, они проверяют, сейчас они проверяют то, что эта доверенность не отозвана, то, что она действительно выдавалась, своими механизмами в ходе того, что нотариус конкретный может позвонить тому конкретному нотариусу, который выдавал эту доверенность. Но все равно сам факт выдачи этой доверенности и сделки по доверенности для меня – это отдельный риск. То есть, очень часто решение бывает не сугубо юридическим, а простым, человеческим. То есть, люди, от крестя голову, к примеру, на это идут, потому что сделка выгодная, и оно совершенно не всегда закончится провалом. Но может, но риски есть, риски нужно учитывать. То есть, готов ты на это пойти или нет? Но вы же понимаете, что не юристу оценить все эти риски практически невозможно. Бывают, потому что особенные случаи, особенные варианты продажи квартиры, например, как продажа квартиры по переуступке прав, продажа квартиры, полученные в наследство уже, вы говорили уже об этом случае, и продажа квартиры, находящейся в долевой собственности. Если я не юрист, я не могу оценить риски, которые связаны со всеми этими нюансами? Ну, при переуступке прав вы, скорее всего, имеете в виду долевое участие. То есть, переуступка прав по договору долевого участия. Ну, по большому счету, ситуация в таком случае не очень сложная, потому что есть конкретный контрагент, с которым заключен этот первоначальный договор. Приходит сторона, приходит второй человек, на которого предполагается уступка. И делается это соглашение об уступке. Здесь, в принципе, все просто. Здесь проще почему? Потому что у квартиры еще нет истории. Здесь вопрос о том, насколько застройщик застроит это, но это риски уже не юридического характера, а немножко иного плана. Еще, Андрей, если квартира не залоговая, то обычно это указывается в объявлении от продавца как какой-то существенный плюс этой квартиры. Действительно ли это так на самом деле? Здесь есть и плюсы, и минусы. Потому что то, что квартира не залоговая, это исключает необходимость отношений с банком, которые, если их резюмировать, они сводятся к тому, что с деньгами нужно будет расстаться до того, как произойдет сделка купли-продажи. То есть, по-хорошему, покупатель должен будет рассчитаться на условиях, которые он оговорил с продавцом, по долгам продавца с банком, а потом при освобождении квартиры от залога происходит сделка. И с моей точки зрения расстаться с деньгами раньше, чем ты получаешь квартиру, это риск. Свой риск, который нужно понимать и оценивать. С другой стороны, квартира, которая находится под залогом у банка, она проверена юрдепартаментом банк. То есть, если они ее взяли себе в качестве залогового обеспечения, то, в принципе, это уже говорит в пользу этой квартиры, по большому счету. А о каких рисках вы говорите? Почему нельзя вносить какой-то залог до покупки квартиры? Ведь составляется определенный договор. Продавец в том случае, если не сумеет предоставить чистые документы на квартиру, будет обязан выплатить залог в двойном размере. Какие риски для покупателя? Вы, скорее всего, говорите о задатке. Это задаток. Задаток, да. Это немножко другая вещь, да. Но задаток такая вещь, которая очень многих людей поссорила. То есть, когда возникает необходимость выплачивать двойной размер или оставить задаток у себя, а на практике при рассмотрении дела в суде очень сложно порой доказать, кто именно является тем субъектом, из-за кого не состоялась сделка. Потому что, как правило, на практике люди не договариваются, как следовало бы, где именно, в какой день и час, у какого нотариуса, с какими конкретно документами они должны явиться и быть. То есть, вторая сторона с деньгами и так далее. Потому что, когда они сталкиваются в суде, то, как правило, интересы взаимоисключающие. И одна сторона говорит, я хочу двойную сумму, вторая говорит, нет, да все должно остаться у меня. Очень часто суд принимает соломоновое решение, что, в общем, каждый остается присвоить, всем спасибо, все свободны. И это соломоновое решение. Ну, почему? Потому что, опять-таки, стороны не оговорили нюансы при задатке. Но это еще одно доказательство того, что консультация юриста необходима при покупке квартиры. Ну, может быть, у меня определенная профдеформация. Я считаю, что без осведомленности в этом поле, так сказать, жить вообще очень сложно. И тогда последнее. Если вы решили купить квартиру за пределами Казахстана, допустим, в России или в Болгарии, процедура покупки и оформления квартиры отличается чем-то от того, что вы говорили уже здесь? Я не берусь говорить за другие государства. Потому что везде своя специфика. И везде нужно обращаться к специалистам, которые работают именно в том правовом поле. Потому что где-то иностранцам можно приобретать. Где-то можно приобретать только на юридические лица, в которых ты имеешь определенную долю, и местные жители имеют определенную долю. Где-то есть сложности с наследованием впоследствии. То есть купить ты можешь, но с наследованием потом проблема. Здесь я совершенно не берусь консультировать в отношении, так сказать, иностранных государств. Это нужно с конкретными профессионалами, работающими там, разговаривать очень подробно и детально. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.